Привет! Это ролик об устройстве кофемолок и их возможностях. Расскажем о том, чем функционально отличаются разные устройства. Разберем и покажем помолы. И поговорим о том, что именно зависит от размера фракций. Самое очевидное отличие у кофемолок – вид привода – электрический или ручной. Электрокофемолка довольно шумная и с приготовлением кофе ранним утром могут быть сложности. А молоть вручную не каждому понравится, процесс довольно трудоемкий. Но выбор привода зависит от объема. На одну-две кружки молоть вручную модели не так уж и утомительно. Значительно важнее способ измельчения – ножевой или жирновой. Ручные кофемолки только жирновые. Ножевая кофемолка – это специальный блендер для перемалывания кофе. Нож на большой скорости вращения рубит зерна. Хорошо, если есть регулировка, но даже она не поможет сделать крупный помол. Меняется только высота ножа. Для большей вариабельности подойдет кофемолка жирновая. В таких можно сделать правильное количество щелчков в ручных вариантах или просто выбрать нужный в электрических. Ножевая кофемолка нужна только для совсем мелкого помола. Для остальных случаев жирновая кофемолка подходит больше. Она может дать помол нужного размера, а это важно. Давайте разберемся с тем, зачем вообще нужен разный помол и что от него зависит. Вот так выглядят фракции разных размеров. И это все не брак, а нормальные варианты. Просто они нужны для разных способов приготовления под разное зерно и обжарку. Размер фракции – один из факторов, который влияет на экстракцию кофе в напиток. Чем мельче помол, тем быстрее это происходит. И больше веществ и, соответственно, вкусов и запахов попадает в готовую кружку. Мелкий помол выглядит вот так. Размер фракции примерно как у муки или сухого молока. Если кофе собирается в комки, это косвенный показатель, что помол достаточно мелкий. Такой размер подходит для турки, где кофе варится постепенно, или эспрессо-машины, в которой время контакта с водой очень короткое, но производительность довольно высокая. Мелкий помол дает экстракцию быстрее всего, но бывает, что нужен помол покрупнее. Например, в моку и аэропресс слишком мелкий помол не подходит. Необходимое давление в таких устройствах значительно меньше, чем в рожковой кофеварке. Слишком мелкие фракции будут стопорить жидкость, и тогда произойдет такой процесс, как переэкстракция. Дело в том, что в веществ и зерен нам нужно только определенное количество. Слишком мало – получится ванинистый кофе. Слишком много – горечь и высокая кислотность. Поэтому для моки, аэропресса и подобных устройств понадобится средний помол. Это фракции примерно такого размера. Можно сравнить с сахаром. Такой помол достаточно мелкий, чтобы экстракция происходила правильно, и достаточно крупный, чтобы устройство работало. Еще крупнее помол нужен для условно заваривания кофе. Крупный помол называется грубым не из-за качества, а из-за размера. Это фракции, сравнимые с крупной солью. Большинству непрофессиональных кофемолок довольно сложно сделать такой помол равномерным, просто из-за физики процесса. Возможно, придется использовать дополнительные подручные средства. Такой помол нужен в первую очередь для френч-пресса с его длительным завариванием. Гуще не так плотно собирается, и проблем с продавливанием плунжера не будет, а площадь соприкосновения с жидкостью будет меньше, чем в случае с мелким помолом. Чем крупнее помол, тем меньше шансов получить горечь и высокую кислотность за короткий период. Для хорошей экстракции грубого помола нужно либо больше времени, либо выше температура. Главное в кофемолке – размер помола и возможность его регулировки. Разный помол нужен по техническим причинам. Некоторые устройства просто не приспособлены для мелких или слишком крупных фракций. Живая кофемолка из-за особенностей строения может делать только самый мелкий помол. Чаще всего он не получается равномерным, а это важно в большинстве случаев. Жирновая справляется лучше, но бывают трудности с помолом покрупнее. Вторая причина, по которой нужен разный помол – вкусовая. Дело в том, что помол не бывает правильным или единственно верным. Это скорее общие ориентиры, которые можно менять в зависимости от задач. Чем он мельче, тем эффективнее происходит экстракция веществ и наоборот. Правильный помол – это помол подходящий. Не бойтесь с ним экспериментировать. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok